Продолжаем цикл вебинаров в серии визуализации Autodesk InfraWorks для начинающих специалистов. Я Светлана Селезнева, технический специалист по направлению инфраструктуры и ГИС компании Архитект Дизайн. Вебинар основан на моей статье, ссылки на статью оставляю, можете нажать паузу при необходимости и также перейти почитать. Наш сайт архитект-дизайн.ру Сообщество независимых специалистов по ЦЛ3Д в Телеграм-канале. В рамках цикла вебинара визуализации Autodesk InfraWorks для начинающих мы познакомились с первой частью, это визуализация и первичная подготовка модели. Мы с помощью конструктора модели создали предварительную инфраструктурную ситуацию, в которой с помощью карт OpenStreetMid мы подгрузили существующую ситуацию. Это здание, транспортную развязку, водные объекты, поверхность. Также мы там сделали определенные настройки для визуализации и для ускорения работы на машине. Когда мы переходим в режим делания снимков, то есть 2D визуализации, мы настраивали наши настройки по максимуму. Сейчас мы переходим к предварительному анализу, анализировать в InfraWorks и проектировать. Там есть встроенный глубокий анализ, там есть и оптимизация профиля, и анализ транспортных потоков, и моделирование пробок и тому подобное. Это тема отдельного углубленного вебинара. Если есть такой запрос, напишите, подготовим, также выложим в записи. В предварительный анализ я включила анализ по поверхности, по настройке горизонтали, вертикальной планировки. То есть при наличии поверхности, как проектной, так и полученной через вариант OpenStreetMid, мы можем настроить градацию горизонтали и их подписи. Причем подписи у нас будут аннотативные, при приближении или отдалении нашего объекта высота текста не меняется, и мы можем видеть его. Также сделаем анализ поверхности предварительный по высотным отметкам, по уклонам. Эта градация световая палитра будет нам доступна, можем с ней тоже работать. Также в предварительном анализе затронем тему по картам пригодности. В данный момент нижняя картинка, на ней показана карта пригодности, можно использовать для оценки застроенности, коэффициента застроенности для оценки, возможно, более дорогого участка строительства. Там есть возможность включать несколько анализов, допустим, удаленность от дороги, плотные застройки, водные объекты и учитывать вес каждого коэффициента при работе с картами пригодности. И в виде 3D визуализации мы, сама программа Autodesk InfraWorks нам ее предоставляет. Опубликуем нашу поверхность через браузер, то есть нашу модельку через браузер, и поделимся с ней, с нашими коллегами. Создание простого видео проекта, готовой презентации, то есть облет, мы рассмотрим в третьем вебинаре. То, что вы видите оранжевого цвета, это мы проверяли в первой части вебинара. Во второй части как раз предварительный анализ, будет анализ солнца-неба, карта пригодности и внешний ресурс, то есть наша публикация модели. Переходим к вебинару 2, предварительный анализ в Autodesk InfraWorks. Здесь как раз показан фрагмент карт пригодности. Начнем мы анализ с различных темп поверхности. В данный момент представлено несколько видов отображения поверхности. По градациям высот видно на самой низкой части, причем световую градацию по диапазону высот мы сдаем самостоятельно. Можем скорректировать как цвет, так и исходные данные для этой градации, допустим, отметки по поверхности. Также откосы. Видим, что более темная часть, это у нас ближе к низине, там у нас расположена инфраструктура, более четкая градация, это у нас уже будет к более темным цветам от зеленого к темно-красному, вот тут видно. Это у нас высотные отметки. Также градация поверхности с высотными отметками, но с отображением горизонтали. Я говорила, что приближение или отдаление горизонтальки у нас подписываются и происходит анализ. Неважно, близко ли поверхность или дальше, высота текста тоже нами регулируется, она аннотативна. С правой стороны тоже вариант градации нашей поверхности. Тема поверхности у нас задается, можно задать в параметрах вида, это там, где мы с вами настраивали конструктивный вид. Мы с вами еще это вспомним. Примеры поверхности уже мы знаем, как создавать снимок, или принтскрин экрана, или через визуализацию создания снимка. Получаются вот такие красочные видеопрезентации. Особенно видно, особенно околоводного элемента, это карта пригодности. Я в качестве критериев задала приближенность к воды, задала хороший вес и меньший вес у потности застройки. Переходим в программу. Тут у нас есть параметры вида. Так, простите. У нас есть параметры вида. Запустили мы его через концептуальный вид редактирования. Переходим на вкладку рельеф. И здесь происходят определенные настройки. Вот наш проект. Перехожу с помощью мышки. И я могу просто уже включить тот настроенный вид поверхности или его отредактировать. В разные варианты можно выбрать по откосам и выбрать тип палитры. Они уже преднастроены, можно посмотреть. В интерактивном режиме все изменяется. Происходит обновление. В любой момент вот эту градацию мы можем убрать. Вернуться к исходному виду. В данный момент произойдет градация по отметкам высот. Это то, что вы видели на картинке до этого. Вот так вот он отображается. Здесь настраивается основной интервал к горизонтали. Они у нас находятся вот 260-250. При приближении и отдалении наши горизонтальки, подписи горизонтали. Также без изменений. То есть текст остается тот же самый. Сейчас перейдем в программу и немного вспомним наши настройки. Также здесь в настройках есть возможность скопировать наш объект, сделать копию. В данный момент эта команда называется дублировать. Раньше было при выборе нашего команды в правой кнопочке копировать. Сейчас она вот спряталась сюда. Не теряйтесь. Это то же самое. Ту же самую задачу она выполняет. По настройкам. Здесь мы можем настроить настройки отображения, вкладку управления. В этих настройках корректируются слои поверхности. По аналогии с автокад и другими продуктами, когда у нас много данных, вы здесь все увидите. Можно будет их перемещать между собой. То есть важность информации отключать или показывать отображение. Также здесь мы можем настроить тему рельефа. По рельефу. Здесь у нас отображена часть рельефа. Немножко сдвинусь. Это как раз параметры, которые можно там смотреть. Можно проанализировать по отметкам. Назначить прозрачность. То есть то, что также было на видео. И применить. Вот таким вот образом. Можно, естественно, все настройки скорректировать. Выбрать необходимые настройки. Каждая тема, ее можно скорректировать или именовать. Внести оттенки серого. Совещание 5. Помимо этого, могут быть исходные настройки. Можно будет добавлять и копировать. Сами темы поверхности. Также мы можем настраивать таким же образом типы элементов. Правила стиля. Это то, что связано именно непосредственно с нашими объектами. Которые входят. Помимо исходных данных, которые представляет OpenStreetMid. Мы здесь видим, во-первых, это здания. Это дороги. Это водные объекты. И также информация по поверхности. Мы можем подключить источники ГИС данных. Для этого на компоненты надо нажимать на вкладке управления, панель компоненты. Выбираем источники данных. Здесь видно те данные, которые у нас уже подгружены. Также мы можем добавить непосредственно ГИС данные из нескольких источников. Я буду считать, что модель у меня закончена. В обозревателе модели, помимо, то есть у нас есть настройка слоев поверхности, есть еще обозреватель модели, который позволяет отключать ту или иную информацию. Или добавлять. По настройкам у нас есть конструктивный вид, то есть это внешний вид, есть концептуальный. Можно переключаться. В концептуальном виде мы видим, что у нас уже и небо есть, и облака, и движения, и определенные настройки поверхности, водной поверхности. С учетом настройки, опять же, напомню, находятся здесь, на шестеренке, в параметрах объекта. Каждый концептуальный вид, он несет, соответственно, определенную информацию под определенный раздел. Можно менять вот эти настройки по генерации модели. В основном 3D графика, тоже то, что вы видели на экране, вот тут у нас, таким вот образом можно делать. Я усиливать не буду, ставлю пока так, как есть. Каждый концептуальный вид мы можем, во-первых, создать свой новый, и зайти в его настройки. В его настройках визуализации, да, у нас есть 3 параметра. Многие параметры можно вызывать из разных областей экрана, непосредственно из меню, из свойств объектов, одни и те же диалоговые окна также вызываются. Вам просто нужно будет определить, как проще и удобнее именно для вас. Может настраиваться свет, яркость, контрастность, и сделаем интенсивность. Мы можем убрать небо, да, со светом, как у нас в первом концептуальном варианте, или верно для более реалистичной. Просто переключатель. Цветность мы тоже можем корректировать. Оттенки серого, сепия, нормально. Можем отключать само качество визуализации, допустим, только для работы, чтобы быстрее. Или, если мы будем пробегаться, просматривать, точность, включать ее. Зайду в настройки. Здесь есть последний еще тип. Мы с вами посмотрели. Визуализацию, взаимодействие, и теперь на рельеф. Рельеф мы можем подписать. Есть помогать интервал основной. Могу уменьшить. Есть такая возможность. Допустим 0. Ну, пусть будет 0.1. И включить отображение. Вот они вот таким образом отображаются. Можно корректировать толщину. Отображаем их горизонтали. Они будут толще. Можно отобразить текст или скрыть его. Опять же, вот они вот, 150, 150. Можно поменять цвет. То есть здесь вы настраиваете эту информацию именно с точки зрения визуализации. Помимо определенных настроек, да, вот я вот там вижу водную гладь. Я могу посмотреть сами здания. У нас сейчас настроено солнце, небо, свет. Я вижу, как от здания отрабатываются сами тени. Возвращаемся в презентацию и будем переходить к анализу солнца, небо. Мы видим, что на фоне инфраструктуры города, нашего перекрестка, отрабатываются тени солнечного цвета. Причем тени идут непосредственно от здания на здание и от здания на поверхность. Также отрабатывается, если мы находимся в программе движения воздуха, облачность. С этим тоже можно работать. Вот также пример вид сверху, как отрабатывается направление цвета в зависимости от расположения на небе. Можем изменить данные. Часовой поезд. Можно поменять день, ночь или сумерки. А также можно изменить времена года. Лето, весна, осень. И в зависимости от местоположения на карте у вас будет соответствующая градация. Переходим в программу. Я вот сейчас, наверное, покажу небо и водную гладь, чтобы она была скорректировалась. В воде у нас отображаются блики. Вот слева мы их видим тоже. Движение воды соответствует движению ветра. Мы можем опять же это скорректировать. Переходим на вкладку управления. Панель отображения. Здесь есть возможность выбрать солнце и небо. Указать время. Видите, как блики меняются. Указать облачность. То есть направление ветра. Меняется. Я здесь, наверное, сделаю облачность посильнее. Вот она меняется то влево, то вправо. От этого зависит скорость у нас бликов на воде. Она идет быстрее и медленнее. И отображение облаков. Когда мы меняем дату и время, смотрите, как отрабатывается тень. То есть мы можем настроить какой-то такой очень реалистичный, интересный вид и им поделиться. Следующий пункт на нашей работе это карта пригодности. Вызывается в меню на панели создать, на вкладке создать панель среда. И здесь, помимо дополнительных настроек, в самом конце есть карта пригодности. И вызываем нашу команду. Карта пригодности появляется такое диалоговое окно, в котором мы можем активировать наши карты. То есть у нас произойдет перезаливка с учетом, поверхность с учетом наших карт. Или можем, не включая, посмотреть те карты, которые доступны. По умолчанию градиент стоимости складывается как более красный свет. То есть оттенки красного – это более дорогое. Оттенки синего – это более дешевый вариант земельных участков. Вот по этот градиент стоимости мы можем сами настроить слои. Слои можно добавить. То есть мы можем включить по умолчанию доступную карту с футбит или мап 1. Мы можем ее включить. Или создать новую и туда постепенно добавлять наши слои. Когда мы добавляем слои, у нас есть возможность добавить слои по объектам. Включить фильтры объектов. Допустим, только дороги или, допустим, железнодорожная станция, разбить их отдельно. Водные объекты или интенсивность застройки. И по этим слоям, как получается, по коэффициентам назначить вес. То есть что более важно, что менее важно. И программа с учетом наших настроек уже производит градацию и перерисовку карт пригодности. Карта пригодности требует дополнительных вычислительных мощностей вашего компьютера. Поэтому не спешите, дайте программе проанализировать, сделать. Если будет несколько слоев, то желательно использовать более мощную машинку. И в режиме реального посмотреть. Очень интересно принимать такие решения на совещании. Заранее подготовив карты и вклады различные. Ну, соответственно, уже на рабочей станции все это делать. В данный момент воспользовалась карта пригодности suitable map. На этой карте созданы два слоя дороги и водные объекты. При вкладе дорог, что дороги занимают большее количество, больше коэффициент к стоимости, да, почти что 80%, да, 90% тут показано из 100%. А водные объекты, они вкладывают 32%. Еще раз хочу сказать, что вот эти вот слои мы создаем самостоятельно или используем те карты, которые настроены. При таких настроек произошла перерисовка нашей поверхности. Здесь у нас была горная поверхность и в основном там были дороги. То есть, как со самих зданий там практически не было. И видим, что более дорогое место для строительства – это околодорожное вариант. При изменении настроек, то есть те же самые настройки, дороги, вес в той же самой карте, просто поменяв бегунки местами, допустим, вклад дорог мы сделали не таким уж важным, но добавили приближенность водных объектов. То есть там, где у нас речки, водные объекты, эту информацию мы предварительно можем получить. По OpenStreetMid, он тоже пересчитал и наша карта перерисовалась. Была? Стала. Вот пример карты пригодности в городских застройках. Здесь важность была дорога и инфраструктура. Видим, что там, где стоят здания, важность застройки – более красным светом. Удаленно при удалении от зданий и дорог есть уже более дешевый вариант или более выгодный вариант при разработке территории. Вот еще один пример использования карт пригодности на рабочей станции. Машина очень мощная, специально для такой схемы, где вес зданий получается в большей степени важен, чем ближайшие дороги. То есть можно таким образом, как вариант, проанализировать спальный район, чтобы было более тихо. Для этого должна быть основная трасса, промежуточная, как можно меньше дорог. Давайте перейдем в программу. Я покажу, где эта команда находится. Вот подготовленный элемент карты. Сама команда карты пригодности находится на вкладке «Создать». Панель среда и в самом низу карты пригодности. Сами карты пригодности я пока не активирую. Здесь мы можем выбрать, использовать локальные коридоры или создать новую карту. При использовании локального коридора у нас появляется карта. Происходит вот такое подгружение. Здесь у нас выбрана только водная объект. Мы можем создать новую карту, присвоив ее какое-то определенное имя. Или мы можем добавлять слои. Сейчас у нас карта не активна. Это новая карта мэп, потому что нет ни одного слоя. Добавляем слой. Для создания слоя мы можем, во-первых, задать свое имя. Допустим, транспорт, как вариант. И для этого воспользоваться фильтром. И в этот фильтр включить, чтобы нам включить, какие-нибудь малоархитектурные формы. Ну, тут у нас нет транспорта. Давайте линейные элементы включим. И слои поверхности. Я пока условно с дорогами. Все. В принципе. Вот они у нас тут отображаются. Можно задать градацию по ширине 50 метров и по смещению. То есть, вот эти все данные можно занести. И у нас появляется первый бегунок. Также мы можем добавить еще один слой. Пусть будет вода. А, ну, здание. Задать, показать, что это именно. Здесь у нас есть, опять же, несущие конструкции. Здание, ограждение. Возможно, деревья, если они у вас построены. Возможно, фокусные точки. Фокусные точки тоже можно задавать. Они у нас здесь появляются. Сделаем 25 метров. Ок. У нас появляется второй бегунок. Вот эти вот данные мы можем корректировать. После этого применить. И наша схема, вот происходит вот такая вот раскраска. Сейчас в данный момент бегунок транспорт у нас не очень активен. Но активно здание. Применить и происходит переотрисовка. Я взяла специально небольшой элемент для того, чтобы показать именно динамику. А, изменяем данные. Применить. То есть, по важности мы выясняем. Все эти настройки можно сохранить. Они сохраняются. И использовать при различных совещаниях. Используйте. Добавляйте слои. Используйте данный функционал. Слоев может быть несколько. Таким образом, тоже можно будет проанализировать. Переходим на внешний курс. По ссылкам мы можем поделиться нашим проектом, пользуя коммунные виды. Ссылка у нас открыта в браузере. Смотрите ее как с фона, так с топа. Для опубликования нашей поверхности мы будем использовать функционал общие виды. Это правый верхний угол обозначается как кубик со знаком деления. Здесь вам будет список уже готовых публикаций общих видов. И можно посмотреть, которым вы раньше поделились. И можно создать новый. При создании нового у нас есть возможность выбрать не весь объект, а только какую-то конкретную часть. Допустим, при большом инфраструктурном объекте у нас три развязки в разных местах города. И мы именно этими развязками можем поделиться. При формировании отчета, при создании общего вида, когда произойдет создание, появляется ссылка. То есть то, что можно просмотреть в браузере. Помимо этого, вам на почту приходит опять же ссылка, которой вы тоже можете поделиться. То есть можно несколькими способами ее передать. Эта ссылка вставляется просто в браузер и просматривается. Это различные настройки одного и того же элемента. Ссылка приходит на почту. Пример ссылки вы видите ниже. Можно этот файл также просмотреть. И посмотреть. Сейчас вставим его в Chrome. Таким образом доступен наш проект. Если у вас будет регистрация, вы зайдете, то комментарий к этому проекту тоже можно будет просмотреть. Здесь есть различные просмотры, настройки самого просмотра браузера. Опять же, также есть настройки визуализации. По конфигурации, по навигации, по внешнему виду, по среде. Соответственно, можно сделать несколько публикаций. Они публикуются на 30 дней. Можно их продлить. То есть по каждому инструкторному объекту или по какой-то его части. Можно сделать прям точечную, выборочную информацию по модели и ей поделиться. На этом вторая часть вебинара закончена. Здесь я именно хотела показать, что можно делать предварительные анализы на основе исходных данных, полученных из конструктора. То есть практически через интернет, когда у нас даже нет самого объекта. И проанализировать его по нескольким параметрам предварительным. Также мы можем поделиться нашим проектом в виде внешнего ресурса. Это ссылка в браузере. Если появились вопросы, обязательно пишите на адрес. Ну или сдавайте новые темы вебинаров. Спасибо за внимание. Продолжение следует...